Всем привет, дорогие друзья! Это Савай, и мы сегодня будем с вами в нашей еженедельной рубрике Воксель Поксель играть в Воксель Тайкун. Воксель Тайкун ран не доступ, раньше эта игра была хрен на пойме каком непонятном ресурсе, там надо было что-то регистрироваться, платить кучу денег, сейчас она вышла в стиме, тоже, кстати говоря, не задёшево, но я её прикупил себе, не в последнюю очередь, потому что один человек в течение года мне постоянно писал и делился всеми новостями. Я не знаю, откуда такое рвение, но тем не менее, по крайней мере, он мне не дал про неё забыть, и что-то я решил немножко отвлечься от нашей стройки ядерных реакторов и погрузиться в стройку кубиков. Сегодня будем погружаться, посмотрим, что там изменилось, говорят, изменилось очень много всего, в принципе, игра у нас на канале уже была, мы там дошли до терминала, потом игра закончилась. Вот сейчас попробуем ещё раз туда дойти, да посмотреть, что из этого получится. Поехали! Так, будем мы с вами начинать новую игру. Название компании Vox Incorporated. Нет, название будет Oval Incorporated. Давайте, вот так вот. Так, цвет компании. Оранжевый. Ни хрена не оранжевый, а розовый какой-то. Видите, поинтереснее цвета. Можно туда тыкнуть? О, ну вот такой. Так, название городов России определит генерацию названий станции обучения и прочего говна. Так, зерно мира, ну допустим. Обучение, ну допустим. Так, сложность. Нормально, нормально, нормально. Банкротство 3 месяца. Исследования обычные. Сигнал доступ в начале игры. Все, вкл, пыкл. Так, поезда могут разворачиваться. А, это когда они назад типа едут. Всё, я понял. Инфляция нормальна. Так, мир, размер регионов. Обычный, маленький. Хочу большой. А какой ещё есть очень большой? Город средний. Средний. Хочу, чтобы были огромные регионы. Чтобы вообще капец. А может быть зря? Не, ну надо, чтобы прям было где разгуляться. А то как-то было, по-моему, маловато в последний раз. Базовый контент включён. Окей, хорошо. Ну ладно, нормально, пойдём. Потому что фиг вы знаете, что тут надо менять. Не надо. А какие ещё есть? Сложно. Минус 33%. Эй, ладно. Нас это не интересует. Так, валюты у нас рубчики будут. Ух, и нехрячай себе. Ладно, пусть будут рубчики. Так нам будет проще. Old corporate, тирапыры, тили-тили. Так, ну что ж, давайте начинать. Так, сейчас у нас, по идее, должно генерироваться, генерироваться мир, по идее, у нас должен. Ну, вроде как. Так, совет. Используйте колесо мыши или клавиши Ctrl V, A, S, D для поворота камеры. Хорошо. Я уже не помню, как вы... А, кстати, говорят, добавилась перевозка пассажиров. Значит, у нас перевозки пассажиров не было, и, по-моему, не было электричества. Насчёт электричества я сейчас не знаю, насчёт перевозки пассажиров скоро выясним. Так, ну, издаётся мне, надо подождать, пока мир сгенерируется. Так, ну что ж, мир у нас сгенерировался. Добро пожаловать в регион Кандалакша. Кандалакша? Вы серьёзны? Ну, допустим. Отличное место для начала нового бизнеса. В принципе, да, все начинают свой новый бизнес в Кандалакше. В Кандалакшу приезжаешь, думаешь, о, Кандалакша. Классное место, чтобы начать новый бизнес. Вообще, все дороги ведут в Кандалакшу, я слышу. Ребята, если кто из Кандалакши, не бежай, я даже не знаю, где это. Если кто знает, где находится Кандалакша, не пользуясь Википедией, то тоже напишите в комментариях, будет очень интересно. Итак, ладно, самое время приступить к добыче на одном из месторождений. Приобрести транспорт, организовать ослабжение город необходимыми ресурсами. Как только вы освоитесь, можно будет переходить к производству более сложных товаров, исследованию новых технологий и расширению компаний Oval Incorporated на новой территории. Удачи! Так, площадь 9 миллионов квадратных метров. Так, ладно, ресурсы деревяха, уголь. Так, биом Лиственный лес. Предприятие, которым нужен уголь, железная руда и всякое. Так, Кандалакши туристический. Армавир тут есть. Армавир знаю, ухту знаю. А ну это, видимо, оттуда, да? Все вместе. Так, регион Кандалакши, в котором есть... Есть мотать. Слушайте, по-моему, с размером территории я погорячился, мальца. Так, где тут ортографическая карта? Райчхинск. Не. Кандалакши. Ну ладно, допустим. Хорошо. Добро пожаловать в Оксель Тайкун. Это обучение поможет вам сделать первые шаги. Вы можете перерывать обучение и вернуться к нему в любой момент. Так, управление камерой. Угу. Так, еще вот так можно сделать. Ну я понял, уже понял. Используйте колесико-мышки. Или мне пока я не на поверну, нельзя будет, что ли, дальше идти? Зажмите колесико-мышки, переверни. Ну, зажал так. Так, что? Ну, все хорошо. Окей. Закройся. Блин. А как тебя продолжить-то? Чтобы переместить камеру, зажмите кровавую кнопку мышки и переместите курсор. Ну хорошо, поперемещал. Используйте колесико-крышки, чтобы... А, масштабы не покрутил еще. Все, я понял. Хорошо. Так, постройте шахту. Перед тем, как начать доставлять ресурсы на изгружки предприятий, вам нужно сперва их добыть. Выберите промышленность, добыча в панели. Так, промышленность, добыча. А где шахта? Где у нас шахта? Где она? А, вот железная руда, вижу. А, так, подожди, мне надо угольную шахту. Мне надо угольную шахту. А где уголь? А вот и уголь. Так, окей, так, угольная шахта. Ну, значит, одна шахта добывает вообще все. По-моему, раньше она как-то поменьше добывала, мне так кажется. Теперь можно прямо сюда поставить. Так, на угольном месторождении. Интересно, она будет больше добывать или меньше? Ну, ладно, поставим прямо четко на угольном месторождении, допустим. Два миллиона рублей, как скуста просто. Так, здание перед постройкой мне вроде как поворачивать не надо. Теперь надо построить станцию рядом с шахтой. Так, станцию, станцию. Выберите автомобильные дороги. Так, терминалы. И грузовая станция. Так, и грузовая станция. Где у нас будет грузовая станция? Будет грузовая станция, вот так вот будет стоять. Вот так. Так, построить станцию рядом с шахтой. Построил. Построить станцию рядом с предприятием надо теперь. А с каким? Какое у нас предприятие требует к себе угля? Это требует дерева. А угля какое требует? Так, это уголь? Да, уголь. Так, значит, вот у нас есть два. Два городишки жалких, которые требуют уголь. Значит, нам надо поставить грузовые станции для угля рядом с жалким городишкой. Так, раз. Ну давай подключим вот сюда куда-нибудь. Так, а мне хватит денег? По идее, мне хватит денег. А может мне, кстати говоря, пока приостановиться? А то что-то я какой-то слишком... Пока я буду читать, и деньги-то убывают. Так, поставим еще одну грузовую станцию на уголь вот сюда. Мы сюда поставим ее, по идее, поставим. Или она нихрена не соединяется? Ай, блин. Вот дерьмо. Так, надо было сразу посмотреть. Так, а где здесь грузовая станция, которая поставила вот эта вот ухта? Нет, подожди, это ухта. А вот ухта юго-восточная. Так, ладно, ухта юго-восточная. А вот здесь у нас есть некоторые проблемы. Так, ладно, поставил станцию. Теперь выберите автомобильные дороги и подключите. Ну ладно, хорошо. Тебя подключим тогда. Ну пока что вот так, потому что здесь я так понимаю, что хрена мы теперь подключим. Ну ладно, будет вот так эту станцию у нас стоять. Потом мы ее переставим, когда будут бабки. Так, значит, теперь я хочу соединить их между собой. Более, тут вообще ни по сетке ни хрена идет теперь. Так, нет, давайте мы ее нахрен переставим отсюда. Мы можем ее снести. Потому что по-любому как-то должны... Да вот, мы же по-любому даже как-то должны иметь возможность... А, кстати, денег немножко вернули. Неплохо. Так, ладно, тогда давай мы тебя... Так, сейчас погоди, мы еще тебя снесем нафиг. Теперь возьмем здесь... Где у нас тут дорога? Возьмем ту дорогу. И вот так вот ее подключим. Так, у нас тогда два эти города будут соединены в одну кучу. А станцию грузовую мы тогда поставим... Где у нас тут грузовая станция? Так, нет, это у нас дороги. Ой, господи, терминал, грузовые станции. Так, станцию мы тогда поставим. Куда бы тебя воткнуть-то? Дай мы тебя воткнем вот сюда. Если что, от тебя можно будет сделать проезд. И, в принципе, вроде как ты у нас до всего здесь достаешь. Да, вот здесь будешь стоять. Так, армавир южный у нас теперь здесь есть. И Ухта юго-восточный. В городе Ухта. Так, теперь нам надо... Блин, а мне денег вообще хватит на такую манипуляцию замечательную. Вообще не уверен в этом. Ну ладно. Так, теперь нам надо цепануть дорогу. Что-то с размером регионов я погорячился прям явно. Так, это нам будет стоить полтора миллиона рублей такая дорога. Так, отсюда мы еще железо потащим, да? Так, ну ладно. Иди куда-нибудь сюда, а потом... Где у нас там город? Здесь нельзя строить. Почему здесь нельзя строить? Так, почему здесь нельзя строить? Потому что тут есть вода, да? Так, не, ну ладно. В принципе, не очень критично именно здесь простроиться. Мы можем... Блин, 6 миллионов рублей. Просто 6 миллионов рублей, как с Куста, 7 миллионов рублей. Ну, давайте, ладно, сделаем вот так. Мы же не можем не делать этого, правильно? Так, хорошо. Вот мы это и сделали. Выберите автомобильные дороги гаражи на панели инструментов, чтобы увидеть список доступных гаражей. Автомобильные дороги, гаражи. Гараж. Так, где бы тебя поставить-то? Ну, будет у нас гараж находиться... В Ухте. Так, в Ухте у нас будет гараж. Прямо вот здесь вот будет стоять. Чтобы сюда было проще заезжать. Так, есть такой гараж. Гараж один. Можно его переобозвать? Переобозвать его, наверное, как-то можно. Так, а как его переобозвать? Как тебе переобозвать? Так, ладно. Имейте в виду, что грузовикам требуется время для того, чтобы достичь пункта назначения. Поэтому имело смысл проводить недалеко от шахты. Нет, не имеет смысла, потому что шахта у нас потом поменяется. А груза этот самый, а гараж останется. Так, купите грузовик. Купить пазик. Нет, пазик это ни хрена не грузовик. Такой-то нам нужен газ. Газ ААА. Он у нас может возить как раз уголек. А что такое авто? После первой загрузки будет определенный тип ресурса? Ну, допустим. Это у нас будет... Кто-то у нас будешь... В чем там возим-то? Углевоз, уголь. Так, уголь. Уголь один будешь называться, ладно. Так, купить тебя. Так, купить тебя. Теперь тебе надо настроить, да? Так, а как тебя настроить-то? Так, ладно, пока прекратить. Мне сейчас расскажут, да? Так, что надо сделать? Нажмите на грузовик в окне окна, чтобы открыть его. Так, нажал. А, вот. Индивидуальный маршрут. Есть такое дело. Так, добавить остановку. Добавить остановку. Остановка у нас будет... Там этот уголь несчастный. Так, вот у нас уголь один. Здесь мы будем загружаться. Так, а трансфер это что такое? Загрузить, а затем... Разгрузить, а затем загрузить доступные грузы и пассажиров вместе с... А-а-а, прикольно. Так, разгрузка. Это разгрузить груз, точка пути. Следовать произвольный список действий для выполнения прибытия местного назначения. Так, ладно. Нам надо загружаться тогда вот здесь. Так, загружаться нам надо вот здесь. После чего нам надо разгрузиться. А, нет, подожди. Юго-западная. Вот теперь добавить установку. Все, так. И вот здесь вот разгрузиться. Так, добавляем установку. И здесь мы делаем разгрузка. Так, вот так это у нас получилась штука. Вы можете удерживать шифт и добавить нескольких остановок за раз. Хорошо. Ну, это типа если мы следуем по какому-то одному маршруту. Но я думаю, что мы два грузовика все-таки воткнем сюда. Мне кажется, что это будет нормально. Так, рейчинг с юго-западная и еще один. Так, хочу еще купить один грузовик. Купить еще один грузовик, который у нас пойдет... Так, это у нас больше называться Уголь-2. Так, называться-то у нас будет Уголь-2. И маршрут у тебя будет тогда... Значит, вот здесь-то у нас будешь разгружаться. А вот здесь-то у нас будешь... Так, загружаться. Нажмите ОК. Так, а что мне теперь надо сделать? Нажмите красный переключатель в заголовке, чтобы выпустить грузовик из гаража. Да, мы выпустим все. Теперь вы, когда вы начали наладить перепоставки, можете заняться снабжением других предприятий. Снабжение предприятий товарами помогает им развиваться, обеспечивает рост экономики города. Можете перейти к своей... Так, удачи. Все. Замечательно. Так, это мы уже сделали все. Так, что у нас происходит теперь? Давайте смотреть. Так, где мои грузовики? Значит, нам надо включить видосик, чтобы он поехал. Так, ну один поехал сюда, ну и хорошо, пусть они едут вот так. Нам, в принципе, того и надо. Так, что у нас с этим самым терминалом? У нас же есть какая-то емкость у этого терминала. Мотать я расстояние построил просто пипец. Так, ожидает отправки. 22 угля. У нас ожидает отправки. Ну, допустим, ладно. Да, ехать они будут просто капец. Так, ладно. У нас это же самое Юхта-Юго... Ухта, господи. Юхта-Юго-Восточная может обеспечить еще вот это предприятие железом. Но для этого нам нужно, собственно, железо. Так, а чтобы у нас было, собственно, железо, нам надо будет построить еще одну шахту. Так, где у нас тут добыча? Так, это у нас железно-рудная шахта. Да, мы пока поставим одну вот сюда. Вообще-то их, наверное, будет потом парочку воткнуть. Так, железно-рудная шахта. Дальше мы ставим... Где у нас тут терминал? Ты достаешь до сюда? Ладно, мы давайте вот так вот сделаем. На всякий случай сделаем вот так. Пусть они сюда заезжают лучше. А то вдруг доставать потом не будет. Так, поставим железно-рудную шахту. Так, воткнем сюда заезд. Заезд. Будет здесь сквозной проезд? Что бы не сделать. Так, сквозной проезд. Значит, это у нас типа поехало. Так, это у нас типа поехало здесь... Ну, не поехало, по крайней мере, но скоро поедет. Так, это у нас едет вон один грузовичок из Ромашкова. Так, теперь нам нужно железо в Ухту. Для этого нам потребуется еще один гараж. Который мы купим еще один грузовик. Так, у этого грузовика. Назовем его... Так. Будешь у нас железо-1 называться. Так, и ездить ты у нас будешь вот отсюда, где ты будешь разгружаться. Ну, вот в это место. Нет, у нас тут есть это место. Вот это место. Так, давайте встановку, где ты будешь у нас загружаться. Так, можешь ехать. Так, ты у нас можешь ехать. Что происходит? Автосохранение, наверное. Так, ты у нас можешь ехать. Хорошо, это у нас есть. Так, железо у нас есть. Сюда нужен пока только уголь в Армавир. Так, сюда нам нужно дерево. А в Райчинск нам нужен еще железо. То есть нам надо будет поставить еще вот сюда, вот терминальчик. Так, грузовая станция. Надо как-то тебя так поставить, чтобы тебя подольше хватило желательно. Да, если сносить дома, получается дороговато. Так, да, мы тебя поставим, например, вот сюда. Так, Райчинск, северо-западная. Так, отсюда нам придется тогда проделать дорогу. У нас вариантов нет. Так, Райчинск, мы пока будем использовать тот же самый гараж. Нам, наверное, новые пока что не нужны, мне кажется. Так, ты у нас будешь возить тоже железо. Значит, ты у нас будешь называться... Да, по-моему, надо будет потом что-то с этим делать. Так, железо-один, а нам нужно железо-два. Так, железо-два. Значит, железо-два. Ты у нас будешь вот тутова. Вот тутова. Ты у нас будешь загружаться. Потом будешь ехать... Вот сюда. И здесь разгружаться. Так, приступай. Так, значит, с этим мы разобрались. Сюда у нас железо хреначится, сюда железо хреначится. Сюда железо-уголь, сюда просто железо. Так, грузовики у нас пусть едут. Так, теперь дальше. Что у нас тут еще с городами? У нас еще есть город, которому очень сильно нужно дерево. Так, вот у нас дерево, которое можем добыть. Так, а как нам? Так, дерево-дерево. Так, как раз у нас в Кандалакшу. В Кандалакшу повезем дерево. Так, только он сначала будет сюда поставить. На дна дерево, интересно, мне хватит. Ну, ладно, пока пусть у нас будет одно дерево, потому что не так, что у нас, чтобы очень до хрена было возможности что-то строить сейчас в данный момент. Так, нам нужен... Что там нам нужен-то? Терминал. Так, нам нужен терминал. Сейчас поставим куда-нибудь... Ну, где-нибудь вот здесь вот стой. Если что, мы сюда еще лесопилку присобачим. Или вот здесь, вот так вот строим. Так, терминал. Терминал, терминал. Терминал, терминал. Так, теперь мы должны будем подрубить тебя вот к этому городу. Так, и тебя теперь надо будет подрубить, получается, транзитом вот сюда, куда-то. Нельзя построить. Так, тогда мы построим сразу вот такую вот длинную прямую дорожку. И мне хватит как раз ровно на еще один грузовик, а потом, скорее всего, я вылечу в трубу. Так, ну, сейчас проверим. Так, нам надо будет взять еще один лесовоз. Да, мы его покупаем, и на этом, в общем-то, практически все. Так, нам надо добавить встановку, значит, вот здесь мы будем загружаться. А потом поедем... Более, она мне не хватает, да? Или хватит мне на стану? Не хватит на терминал денег? Я же терминал забыл поставить. Так, терминалом тогда поставим денег, блин, вот тут. Так, вот, так. Теперь добавляем встановку, и здесь мы будем... Загрузка, так. Загрузка, разгрузка. Это у нас будет... Будет лес один пока, ладно. Потом мы придумаем какой-нибудь нормальный нейминг. Пока хотя бы вот так. Да, может, все, у меня осталось 600 долларов. На этом, в общем-то, как бы... Сделка состоялась. Так, получил первую поставку угля. Ужасно. 2%. 2% снабжения угля. Ну да, расстояние я немножко погорячился. Надо было среднее взять. Тогда было бы попроще. Потому что грузовики медленные, как твари. И ехать они теперь будут. Сделка состоялась. Так, получили железную руду. Но мы все равно находимся в глобальных хридных минусах. Так, мы на строительство много потратили, покупку транспортную. Ну, кстати говоря, содержание и обслуживание у нас, в общем-то, профицитное. Поэтому, наверное, мы из этого всего... По-моему, раньше было гораздо сложнее пройти вот эту вот первую часть. Там надо было кредитоваться и прочее. Сейчас, мне кажется, попроще чутка. Так, вот это у нас автоматически... Кстати, говорят, что не надо выбирать типа руды. Это прекрасно. То есть, типа, он приехал один разочек и дальше сам уже разбирается, как у него там что будет происходить. Нам бы еще склады построить. Склады это бабки, а бабок нет ни хрена. Поэтому складами мы пока повременем. Так, ну и что у нас тут происходит, давайте смотреть. У нас есть какие-то катастрофических размеров территории, на которые нет ресурсов. То есть, городам есть прям куда расти. Прям вообще есть куда расти городам. Только денег нет. А сколько стоит открыть один такой регион? Ядрёныч. Так, я понял. Понял вас, понял. Хорошо. Подождем покуда. Так, ну а что, нам надо ускоряться теперь. Нам надо ускоряться и, видимо, покупать еще грузовики, только пока не на что. Мы можем, в принципе, занять немножко себе денег на покупку грузовиков для того, чтобы компенсировать вот это. Но, может быть, нам это и не нужно. А что такое транспорт? А, о, кстати, класс. Так, расходы, доходы. Так, то есть, теперь можно по каждому транспортному средству посмотреть дефицит-профицит. Это зашибись, кстати. Это прямо очень хорошо. Так, и мы вышли в плюса. Мы вышли в плюса, теперь у нас профицитик пошел. Начался новый месяц. Так, сделка состоялась. Дерево он, короче, у нас привез. Так, это хорошо, что он дерево привез. Теперь он, в принципе, так и будет мотаться. На маршрут они вышли. Те, которые находятся близко, здесь вообще хорошо. Конечно, желательно было бы уголечек тоже поближе как-то обеспечить. Но мы пока этого сделать не можем. Можно занять денег и купить еще пару грузовиков. Для того, чтобы из вот этого ужасного сделать что-нибудь поинтереснее. 5 из 120, короче, они нам обеспечили. Либо просто тупо немножечко подождать. Так, что такое Alt? Так, это что такое? Свободная камера. Свободная камера нам не нужна. Что у нас происходит? Сделка состоялась. Это хорошо, что она состоялась. Так, за... Как тебя закрыть? Закройся. Так, это что такое? Обучение. А это меню настроек. Понятно. Так, ну, потихонечку мы начинаем выходить в плюс. Прям сильно потихонечку мы начинаем. Пока начинаем выходить в плюс, да, посмотрим, что у нас тут с железными дорогами. Нам бы, конечно, по-хорошему проложить железные дороги. И вот сюда вот мотаться через железные дороги. Потому что реально здесь очень далеко. Расстояние далеке. И дальше, в принципе, я так понимаю, что лучше не станет. Здесь что у нас есть? Здесь у нас есть... Так, железный... Нет, подожди. Это нужный железный слиток. Здесь у нас есть камень. Понятно. Значит, следующая... Следующая штука, которую нам надо будет, по идее, взять, это как раз камень. Так, а можем ли мы вообще проложить сюда реально железную дорогу? Она же денег стоит там, по-моему, вообще капец. Что железные дороги... Ну, кстати, точка пути какая-то добавилась. Грузовая станция, пассажирская станция. Корочество платформ. Так, а здесь что у нас? Депо. Депо стоит 2 миллиона. Следите, железные дороги 2. Так, ладно, что-то еще есть. Давай с вами эти конвейеры. Тераформинг, прочее что-то такое. Информация об объекте. Автомобильные дороги. Железные дороги. Так, понятно. И терраформинг, собственно. Так, лаборатория. Лаборатория стоит 5 миллионов рублей. Производство мы вообще не можем поставить, потому что ни хрена нету. Такое себе. Так, ладно. Значит, по-любому мы от грузовиков-то не уйдем никуда, да? То есть нам как минимум... Так, вот здесь у нас плохо. То есть от плохо, но ужасно. Здесь у нас просто плохо. Ну ладно, эта штука у нас еще как-то будет развиваться. А вот эти города, походу, развиваться у нас ни хрена не будут. Да, здесь потому что что тут ужасно, что там ужасно. А мы можем как-то взять и скопировать, например, вот этот маршрут. Мы можем, я помню, его обозвать как-то и присваивать. А скопировать можем? Так, отправить в гараж. Погудеть можно. Так, прокатиться можно. Следовать можно. Так, состав, газа, ля-ля. Нам нужно, конечно, машинки поинтереснее. Тогда мы можем их число довольно серьезно сократить. Но я думаю, что еще три машины нам сюда нужно по-любому. Потому что иначе мы из ужасного вообще не выйдем никогда в жизни. Да, и зарабатывать, может, и будем. Только очень плохо и очень медленно. Так, я так подозреваю, нам надо будет занять сейчас баблишко мальца. Так, займем немножко баблишко. Так, занять, выплатить. Максимальный займ. Так, займем себе немножко денег. На эти деньги мы купим себе еще несколько вот таких вот газиков. Так, у нас пойдет раз. Так, у нас пойдет два. Так, у нас пойдет три. Так, значит, еще один маршрут мы пока, наверное, проставлять не будем, мне кажется. Мы добавим здесь остановку. Так, значит... Так, значит, один у нас будет возить вот отсюда. Так, загружаться он будет вот здесь вот железом. После чего будет ехать и разгружаться вот здесь. Так, ты, в принципе, у нас можешь ехать. Будешь называться авто 1. Так, ты у нас будешь ехать, загружаться углем. Так, загружаться. После чего будешь ехать вот сюда и разгружаться. Так, ты тоже у нас можешь ехать. И ты у нас будешь загружаться... Так, что там надо было уголь. Так, ты у нас будешь ехать вот сюда. Так, вот сюда ты будешь ехать, загружаться. Полная, да, загрузка у тебя должна быть. После чего ты должен будешь ехать и разгружаться... Разгружаться. Нет, дожди стоять. Разгружаться, разгружаться. Так, и добавить встановку вот эту. Так, и здесь ты у нас будешь разгружаться. Так, все, езжай. Так, что у меня тут все в панелях. Так, а как эту хрень закрыть теперь, интересно? Можно как-то это закрыть? Все. Видимо, все закрыть нельзя. Так, ладно. Подзаняли маленько денежек. Так, теперь у нас будет побыстрее наполняться вот здесь. Насчет вот этих городов я не уверен. В принципе, можно и сюда, конечно, присобачить что-нибудь. Я думаю, что, наверное, по два маршрутика надо еще. Нам нужен еще один лесовоз и еще одно железо. Ну, как минимум, еще один лесовоз. Так, потому что там у нас потребление есть. Потребление есть, значит, надо его попробовать компенсировать. Хотя бы, как минимум, один лесовоз, и мы еще с вами забахаем. Так, добавим установку. Получается, вот здесь ты у нас будешь загружаться. После чего будешь ехать вот сюда и разгружаться. Так, езжай. Так, ну и что, добавить еще и железо одно. Тогда нам придется еще занять денег. Так, занимаем еще полтораху. Надеюсь, я не пожалею об этом. Так, закупаем здесь еще один газик. Так, этому еще одному газику мы добавляем, получается, остановку. Так, здесь у нас загрузка. Нет, подожди, какая загрузка? На хрен иди? Так, не-не-не-не-не. Добавить встановку загрузка и добавить встановку разгрузка. Так, езжай. Езжай, езжай. Так, езжай. Ну, теперь остается только ждать. Так, штаб-квартира, это нам не надо. Подожди, как не надо. Постройте штаб-квартиру по вашему выбору более выгодной. Ух ты, ни хрена. За 300 тысяч можно штаб-квартиру построить. Продажу более выгодной. Так, штаб-квартира. Хорошо, нельзя здесь строить. Почему нельзя? Где у нас будет штаб-квартира? Будешь, короче говоря, вот здесь вот у нас штаб-квартира. All Incorporated. В Кандалакши. Так, уровень 1. Улучшить стоимость. Нихрена себе не хватает. Так, ладно, у нас теперь есть штаб-квартира. Нам нужно штаб-квартиру к чему-нибудь подключать? Не, не нужно, она просто есть. Так, штаб-квартира у меня тут одна. Ладно, мы тогда сейчас будем лес классно возить сюда. Теперь. Раз у нас тут есть штаб-квартира. Так, спрос падает. Проблема с поставками. Ухта, уголь в меньшем количестве. Ну, это ладно, там потом спрос подрастет. На самом деле, я не знаю, как сейчас по экономике, раньше не было никакого смысла в том, чтобы прям усираться. Потому что тогда денег гораздо больше платили. Да, там спрос, конечно, падал, зато платили больше. Сейчас, может быть, конечно, по-другому будет. Так, ладно, штаб-квартиру в Кандалакши, я думаю, что сделают просто... Сделают нашу игру. А теперь нам надо будет расплатиться с... с деньгами, потому что у нас тут где-то тут должны быть проценты по займу, 500 косарей. А должны мы сколько? Только мы должны. Прочие. 7,5 миллионов, да, мы заняли, получается. Так, мы выплачиваем. Давай выплачиваем вот столько. Мы сейчас первым делом избавимся от кредитов, чтобы у нас не было никакой долговой нагрузки. Как раз за это время мы, по идее, здесь вполне себе спокойненько поднакопаем денежек. Так, требуемый уровень населения у нас. Вот, нормально. Да нормально, но мы здесь уже дошли. Сейчас они мне начнут годы меньше платить за это. Сейчас мы куда-нибудь перейдем. Куда-нибудь, я не знаю, куда-нибудь мы можем перейти? По-любому куда-то можем. Так, All Corporated Condal Action. Интересно, ее можно перенести потом? Наверное, можно, я думаю. Так, а как мне, кстати, возить людей? Они потом захотят возиться? То есть пока не хотят? Видимо, наверное, пока не хотят. Так, сколько у нас там? Так, мы выплатим еще полтораху. Избавляемся прям сразу от всех кредитных нагрузок. Потому что нахрен они не нужны? Зачем нам платить проценты по кредитам, если мы можем не платить проценты по кредитам? Так, а может, нам какие-нибудь дороги еще здесь замкнуть, чтобы они могли здесь по-другому перемещаться, типа у того? Потому что они потом настроятся, задолбаешься. Так, вот так вот можем сразу сделать... Так, а нужно здесь делать проездную дорогу? Мне кажется, что, наверное, не очень. А теперь у нас недостаточно средств. Вообще, короче, очень дорого. Очень дорого все это дело проводить. Ладно, пока что подождем. О чем мы начали так сильно страдать? Проценты по займу у нас остаются. Так, того у нас минуса. Не, ну, в принципе, мы должны быть профицитники. Дефицита у нас не должно быть. По идее, никакого. Так, слишком много мы сюда загонять не будем, иначе у нас будут проблемы изменений за последние 30 дней плюс 900. Они, смотри, это, кстати, побольше. Они требуют жатую, господи, этого самого здания в радиусе. Так, спрос. 25-115. На складе у нас 1 доставленный 60. Доход почти миллион мы с вами заработали за счет вот этих манипуляций. Так, и еще 73 косаря, как с куста. Пух. Так, и еще 73 500. А, кстати говоря, потребление у нас питания все равно плохо. Ну, ладно. Так, что у нас с деньгами? С деньгами у нас, в принципе, потихонечку что-то вырисовывается. Можем сделать еще один, может быть, грузовичок куда-нибудь направить, или ну его нахрен? Или без него справимся? Без грузовичка. Так, у нас полтораха. Так. Текущий займ 49,5. То есть мы выплачиваем, у нас остается, подожди, 48. 49,5 был теперь 48. Я еще 40 миллионов взял? Да он хорош. Я столько не набирал. Максимально 61,5. Текущий займ 48. Так, ладно. Это у нас, в принципе, не важно. Торговля у нас есть. Так, но теперь нам надо набрать количество денег для того, чтобы пойти дальше. А чтобы пойти дальше, нам надо, пипец, здесь 132 миллиона нам нужно. Здесь 160 миллионов. Что-то у меня такое чувство, что я с размером территории погорячился, и поэтому они такие дорогие. Ну ладно, будет, значит, хардкор. Я не знаю, может, что-то поменялось, конечно. По-моему, раньше это столько не стоило. 137 миллионов. Это мне надо, получается, с того, что у меня есть на копыте такое количество денег. Так, здесь 100 миллионов. Короче, за 100 миллионов все это стоит. Прям сильно за 100 миллионов все это стоит. Ладно, мы, наверное, начнем тогда с лабораторий. Ну и, получается, нам придется еще, наверное, пару грузовичков сюда поставить. Чувствую. Нам бы каких-нибудь грузовичков помоднее, конечно, сюда воткнуть. Было бы недурственно. Туру-туру-туру-тум. Так, мы можем выплатить еще, либо запихнуть еще грузовичков. Я так подозреваю, что, наверное, нам надо запихнуть еще грузовичков. Сколько здесь, кстати, осталось? Здесь осталось еще 198 тысяч. Ну, осталось здесь до хрена, ладно. И здесь 168. Так, чувствую, нам тогда надо форсированно развивать города все-таки. Форсированно развивать города, довести до какого-нибудь из плохого до умеренного, например, не знаю. И в каком-то таком виде, наверное, жить дальше, развивая все вот это вот. Так, ну тогда нам недурственно было бы все-таки запихнуть маршруты, я так подозреваю. Так, ты у нас чего возишь? Ты у нас возишь уголечек, да? Так, дай-ка я тебя найду. Так, а как тебя из индивидуального маршрута? Так, можем сохранить как? Уголь в Армавир Южное. Ну, давай мы тебя сохраним как уголь в Армавир Южное. И дождемся еще одного. Так, а это у нас ты получается так, изменить, сохранить как железная руда в Ухта-Юго-Восточную. Короче, вот это вот. Ухта-Юго-Восточная. Так, железная руда в Ухта-Юго-Восточную. А ты у нас по идее уголь, да? В Ухта-Юго-Восточную. Так, сохраним тебе как уголь в Ухта-Юго-Восточную. Сейчас мы сделаем маршрут, что-то у нас тогда будет попроще гораздо. Так, уголь в Ухта-Юго-Восточную, железо в Ухта-Юго-Восточную, да? Так, сейчас мы тебя поставим на паузу и за этот самый заловим. Нет, пока индивидуальный маршрут. Значит, вот у нас получается сохранить как... Нет, подожди, Уголь в Ухта-Юго-Восточную у нас уже есть. Так, уголь в Ухта-Юго-Восточную. Вот она, да. У тебя будет тогда вот такой маршрут, такой же, как у того парня. Так, у тебя что с маршрутом? Так, у тебя ты у нас возишь... Что ты у нас возишь? Ухта-Юго-Восточная, Райчинск-Западная. Так, что ты там у нас должен возить-то? Железная руда в Ухта-Юго-Восточную. У нас есть такой маршрут? Да, Железная руда в Ухта-Юго-Восточную у нас есть. Так, ты у нас езжай теперь. Так, что у нас теперь с транспортом? Так, что у нас теперь с транспортом? Нам нужно два в Железную Руду возить. Так, уголь. Ухта-Юго-Восточная. Так, уголь Ухта-Юго-Восточная. Так, куда-то там у нас еще что-то там должно. Армавир Южная. Так, где у нас Армавир Южная? Так, уголь в Армавир Южная. И еще один индивидуальный маршрут, который вводит тот же самый Уголь. Так, вот ты, наверное, да, у нас возишь? Так, направляется в Райчинск-Юго-Западное. Так, Армавир Южная. Да, все правильно, Армавир Южная. Значит, ты у нас будешь с Райчинск-Юго-Западное. Так, Райчинск-Юго-Западное это у нас вот здесь же. Да, Райчинск-Юго-Западное. Вот ты у нас будешь возить, получается, уголь в Армавир Южная. Так, сразу сделаем вот так, чтобы у нас потом не было проблем. Так, теперь у нас остаются, какие у нас еще маршруты остаются, из тех, которых нет. Потому что явно это быстро не закончится. Так, лес. Лес у нас получается в Кандалакшу надо возить. Так, мы тебя сохраняем как дерево в Кандалакшу-Восточное. И где у нас второй лесовоз? Так, и второй лесовоз у нас будет тоже возить дерево в Кандалакшу-Восточное. Так, и остается у нас два последних маршрута. Это, получается, железо в, куда там? Железо в Райчинск. Так, вот, один маршрут у нас получается вот такой. Железная руда в Райчинск-С. Так, и вот этот маршрут у нас тоже будет. Так, Райчинск-Западная, Райчинск-Северо-Западная. Все. Ты у нас тогда тоже будешь возить железная руда в Райчинск-Северо-Западная. Так, теперь все вот эти маршруты у нас прописаны. Все маршруты прописаны. Теперь для того, чтобы нам что-то просто запихнуть, нам надо будет его взять и выбрать. Мы покупаем тогда еще Давай купим еще пару газиков И назначим им так Нам нужно получается уголь в ухта юго-восточная И железо туда же Так, уголь в ухта юго-восточная А тебе надо добавить Так, железная руда В ухта юго-восточная Так, выпустить все Так оно попроще будет Потом все это дело Каким-то образом разгребать Так, еще два Наверное нам еще в Армавир Нужен один грузовичок, я так думаю С поездами мы пока повременим Потому что поездать будет очень дорого Поэтому поездам пока возить не будем Так, здесь у нас нормально все Город, кстати говоря, скоро Скорее всего разрастется Город разрастется А нам есть вообще там что-то строить-то, нет? Не, ничего у нас тут нету Нам получается надо выходить И на лабораторию Будет Где-то надо будет стоить Лабораторный комплекс И все это дело туда возить Я думаю, что лабораторию Мы скорее всего будем как-то отдельно Где-то пилить Да, потому что раньше я их строил в городах Там, где и так что-то уже есть Но мне кажется, что в этот раз Мы, наверное, лабораторию поставим Где-нибудь Просто только где Потому что до нее еще как-то добираться Надо будет И нужно будет отдельный грузовик На это дело Хотя, может, лабораторию проще поставить И где уже что-то есть Не знаю Вот, допустим Сюда мы уже что-то возим Вот сюда лабораторию Надо воткнуть будет нормально По крайней мере, железо и уголь У нас уже тут будут Так, ну да Попробуем воткнуть лабораторию Наверное И на этом На этом, наверное, закончим Хотя, блин, лаборатория Не, ну без лаборатории мы дальше не можем Без лаборатории куда? Так, по 69 косарей Здесь по снабжению до сих пор плохое Что тут плохое Что тут плохое И тут плохое Главное не переборщить с этими грузовиками Плохое-то оно плохое Хотя нет, подожди Вон за последние 30 дней плюс 900 Все-таки оно прокачивается Видимо, убрали они эту фишку Когда ты их держишь на голодном паке У тебя все хорошо Так, изменений у нас здесь никаких Вообще И здесь у нас изменений никаких Котельная, промышленная Так, уровень потребности 1.1 Так, требует населения 25 Чтобы у него увеличился уровень Так, а здесь требует население 57 Так, вот здесь на нормальное переключилось Хорошо Так, значит, пока мы дальше здесь Педалировать не будем А вот сюда бы, наверное, в котельную Запедалировать еще один Не помешало бы В Армавир Южная Давайте-ка мы еще один газик сюда запихнем Так, ты у нас будешь ездить В Армавир Южная Уголь Так, езжай Так, ладно Еще один В Армавир Южный у нас доехал Поехал, вернее Теперь нам надо будет выходить на лабу Здесь нормальный минус 600 Да плохо, что минус 600 Здесь и нифига не поменялось Так, что у нас с автопарком Давай смотреть Так, у нас есть Уголь В Армавир Южная Который пока что на днище У нас есть железная руда В Райчинск Который вообще там заработал Капец Расходы при этом не сильно большие Ну, это хорошо Так, а что можно с ними сделать? А, можно прямо вот так вот назначить депо Сразу всем переназначить маршрут Класс Управление Этим самым транспортом Сделали прямо вообще хорошо Раньше его не было Было крайне неудобно Так, здесь у нас все остается В таком виде Что у нас здесь с деревом? Дерево у нас 15 косарей стоит Пока ничего не меняется И, в общем-то В общем, остается пока возить Нам, видимо, надо будет качать эти города И параллельно выходить на лабы Но этим мы будем заниматься уже в следующей серии Спасибо, ребята, за внимание В следующей серии тогда мы продолжим Сейчас я как раз еще немножко денег наберу Чтоб мы с лабораторией, наверное, начали следующий выпуск Спасибо за просмотр Если ты досмотрел до этого момента И видео тебе зашло Не поленись что-нибудь написать И что-нибудь поставить Это бесплатно и поможет каналу расти дальше Уведомления о новых видео Ты сможешь получить только подписавшись И включив несчастный колокольчик в настройках Субтитры создавал DimaTorzok